Одна из тем, которая сейчас идет лейтмотивом практически во всех наших эфирах, кроме массированных обстрелов, понятное дело, и это мобилизация, которая продолжается на территории Российской Федерации. То, что называется частичной мобилизацией, мы видим, что это массовая и скорее мобилизация, тем не менее. Тут новые данные постоянно поступают относительно того, какие хитрости сейчас идут российские власти для того, чтобы призвать как можно больше людей. Что вам известно? Например, есть сообщение о том, что поступило требование о предоставлении 10% сотрудников от различного рода предприятий в армию. Есть такое? Можете подтвердить и опровергнуть эту информацию? Ну, во-первых, надо сказать следующее. Никакой частичной мобилизации нет. Речь идет о полной мобилизации. И если в официальном документе указано 300 тысяч человек, которых должны мобилизовать, то по разным источникам в планах Путина мобилизовать чуть ли там не свыше миллиона. И первая вот эта неделя показала, что на самом деле даже 300 тысяч мобилизовать достаточно сложно. Потому что люди уже начинают отказываться, люди начинают уезжать, жить не по прописке. В военкоматах бардак полный, приходят абсолютно ко всем, у них нет никакой нормальной базы проверенной. То есть, в принципе, в армии полный бардак и полный бардак во всех регионах, во всех военкоматах. Значит, насколько я понимаю, 200 с лишним тысяч мобилизовать как-то удалось. То есть, ну, по крайней мере, они об этом рапортуют. А вот уже к 300 тысячам подобраться достаточно сложно. Потому что, ну, это я говорил в самом начале, мобилизация достаточно сложный процесс. Да, во-первых, нужно поймать этих всех призывников. Значит, если ты хочешь призывать 300 тысяч, ты должен, ну, иметь силовиков гораздо больше, которые должны бегать, которые должны, значит, проводить разные проверки и так далее. Поэтому они сейчас пошли по пути того, что высылают повестки абсолютно всем. И именно отсюда вот эта информация о том, что инвалида призвали, там, слепого, глухого, там, больного. Да, это вот массовая история во всех регионах. Повестки получают все. Ну, например, я даже знаю, что повестки приходят действующим сотрудникам спецслужб, которые и так состоят на воинском учете, вернее, на воинской службе. Вот, но, тем не менее, даже к ним приходят, пытаются вручить повестки. Никто, конечно, не открывает дверь. То есть это достаточно сложный процесс. Я думаю, что дальше они будут ходить по предприятиям. У меня нет прямо конкретного подтверждения тому, что вы сказали. Но здесь и не нужно никаких подтверждений. Сто процентов приходят на разные предприятия и пытаются там набирать. То есть ловят людей, где только можно, там, в МФЦ, это такие специальные многофункциональные центры в Москве, куда люди приходят за справками, прямо их там хватают, вручают повестки. Поэтому сейчас все стараются избегать таких публичных мест, потому что уже в метро просто приходит наряд, вытаскивает, так сказать, молодых людей призывного возраста и прямо на месте вручает все эти повестки. Так что все меры сейчас принимаются для того, чтобы реализовать те цели, те задачи, которые Путин ставит. Для начала это 300 тысяч, я думаю, будет более. Как эта мобилизация может повлиять на экономику России? Так как, ну, сколько всех выехало, сколько там призовут и так далее, кто работать будет? Ну, на самом деле, эксперты говорят о том, что это может уронить ВВП там на чуть ли не до 10%. И дело даже не в том, что мобилизуют сотрудников разных предприятий. Дело в том, что помимо этого, да, помимо, допустим, 500 тысяч, которых хотят мобилизовать, я думаю, что еще в 10 раз больше людей будут прятаться, жить не по прописке, не выходить на работу, работать дистанционно и так далее. Это на самом деле, да, еще огромное количество людей будут заняты тем, как спасти своих друзей, товарищей. То есть, грубо говоря, я думаю, что речь идет о, наверное, нескольких, ну, как минимум десятке миллионов человек, которые вместо того, чтобы заниматься там производством, работать, будут бегать или помогать людям бегать от военкомов. То есть, это будет серьезный удар по предприятиям, потому что не все могут позволить себе дистанционную работу. То есть, грубо говоря, если ты дизайнер, если ты художник, если ты программист, да, ты можешь работать дистанционно. Но там, где нужно физическое присутствие, да, где-то должен работать руками, ну, где-то просто физически должен находиться. Вот. Там, конечно, заменить людей будет достаточно сложно. Тем более, что, во-первых, подготовить специалиста сложно, да, во-вторых, ну, и за другим специалистом могут прийти. Поэтому это серьезный удар по экономике, долгосрочно по частному сектору. Ну, как вы знаете, Путину абсолютно плевать на бизнес, Путину абсолютно плевать на экономику. Путин абсолютно фанатично настроен на то, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Ну, я думаю, что даже мобилизации не поможет, потому что современная война – это война артиллерии, это война дронов, это война высокотехнологичного оружия, да. Но это не война мяса. И совершенно очевидно, что там лишние 100-200 тысяч человек, ну, они могут, наверное, на какое-то время остановить контрнаступление вооруженных сил Украины. Но серьезно это на военные расклады не повлияет, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, так считают многие военные эксперты. То есть война мяса против железа, она с помощью пушечного мяса не выигрывается, как вы понимаете. Здесь будет результат очевиден. Раз уж заговорили об экономике этой войны, а учитывается ли в этих расчетах те средства, которые должны быть потрачены на содержание новомобилизованных, на логистические моменты, связанные с тем, что огромное количество людей, сотни тысяч человек, нужно будет отправлять на поле боя? Ну, конечно, когда ты продаешь нефть и газ, углеводороды и получаешь порядка миллиарда долларов в день, то на разные цели, конечно, деньги найдутся, на поддержание войны деньги найдутся. Другое дело, что инфраструктура не создана. Вы, наверное, обратили внимание на то, что мобилизованные ночуют, где придется, даже нет никаких условий. Вместо стелек они покупают женские прокладки. То есть даже нет стелек, нет экипировки, нет никакой одежды. Вот. И это все тоже логистика, да, это все тоже, как бы, определенная производственная цепочка, которая нуждается в деньгах, в инфраструктуре, этого ничего нет. Вот. Так что проблем будет очень много. Вот. Я уверен, что на этом еще многие попытаются украсть, ну, или, как они говорят, заработать, да. То есть совершенно очевидно, что дело даже уже не только в деньгах, а в отсутствии инфраструктуры для подготовки всего этого процесса. Поэтому еще неизвестно, чем это все закончится.